Мы только тратим на прямое продуктовое продвижение. Казалось бы, куда уходят остальные деньги? Вот я сейчас расскажу. Я начну чуточку с общей информации. Это то, каким нам видится банковский рынок. Причем здесь есть один участник, это Госбанк и остальное. Это маленькие, как некоторым кажется, частные банки. Но картинка показывает соотношение ресурсов и той инфраструктуры, которая существует в регионах. Примерно сейчас ситуация выглядит так. Кума — это тот самый зеленый банк. Что сейчас мы видим на рынке? Это ситуация похожа на ту, которая есть в джунглях. То есть каждый бьется за место под солнцем при ограниченном количестве ресурсов и ищет свое уникальное позиционирование, которое поможет ему эти ресурсы, дефицит этих ресурсов компенсировать. Соответственно, встает проблема, как выделиться. Рекламные бюджеты на фоне тех реалий экономики, которые мы переживаем сейчас, становятся меньше. Административного ресурса, кроме как у Госбанков, ни у кого нет. Узнаваемость заметно снижается. Ну и, естественно, обостряется проблема доверия в условиях кризиса. То, что мы пережили в прошлом году, нам приходится с этим работать. Мы это чувствуем каждый день, как после очередного отзыва лицензии начинается шквал каких-то звонков. Клиенты звонят, пишут, переживают, а не случится ли такое там с вами, еще с другими банками. Я знаю, что коллеги из Альфа-банка, коллеги из Райфайзен-банка, они имеют похожие ситуации, потому что сейчас все клиенты боятся. А что мы делаем у себя? Как мы живем и работаем в этой ситуации? Скажу сразу, что здесь очень много говорилось о брендинге, брендинговых агентствах. Я поняла, допустим, что я абсолютно некомпетентна в этой сфере, потому что у нас все проекты делаются in-home. Если мы привлекаем подрядчика, то мы его привлекаем как технического исполнителя нашей идеи. То есть мы полностью говорим идею, прорабатываем. Если это ролик, мы говорим, вот у нас есть такой-то сценарий, вот герой ролика должен делать то-то, 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 пожалуйста, нам вот это отрисуйте, или, пожалуйста, нам это нарежьте. Подрядчики жутко обижаются, постоянно присылают нам какие-то презентации своих мега-идей, но мы говорим, нет-нет-нет, у нас у самих куча идей, нам нужны исполнители. Но, естественно, мы руководствуемся принципом, что контент — это наш король, это то, что позволяет нам быть очень уникальными на рынке в сегменте МСБ. И у нас есть определенные принципы, которые мы вот за эти два года, когда мы сделали полностью, перезагрузили ту концепцию, в рамках которой мы занимаемся продвижением сегмента, мы вот этим принципам следуем. Первый — это быть социально ответственным. Да, картинка «Маленький принц и роза», все помним эту ситуацию. Я буду говорить о принципе и то, в каких проектах он находит у нас выражение. Какова наша социальная ответственность? В 2012 году мы решили, что мы теперь гораздо больше, чем просто банк, который получает прибыль с какого-то кусочка рынка. Мы хотим, чтобы этот рынок рос, развивался, и выбрали для себя такую некую социальную миссию по поддержке молодежного предпринимательства. Чтобы вы понимали, это те клиенты, которые нельзя монетизировать. То есть это компании, предприниматели, у них обороты очень маленькие. Они банкам неинтересны с точки зрения получения какой-то маржи, но мы верим, что лет через 5-7, если мы им поможем, они вырастут и станут нашими лояльными клиентами. Мы давно и упорно выступали партнером проекта «Бизнес-успех» для предпринимателей «Опора России». Сегодня в начале дня выступала. И потом мы поняли, что этого всего мало, и что мы сделали? Мы отказались на 3 года от маркетингового бюджета на... Сейчас брендинговое агентство будут переживать. На рекламу на наружку и ТВ. То есть мы ушли полностью с телевизора. Нас с точки зрения МСБ не было на наружных счетах. И вот эти 300 миллионов рублей мы сделали уставным капиталом венчурного фонда для молодых предпринимателей. Подразумевалось, что с точки зрения пиар-целей вот такая история красивая, она нам будет генерить больше пиар-эффект, чем прямая реклама в лоб, там каких-то продуктов, банка, когда продукты в целом у всех похожи. С точки зрения молодых предпринимателей мы с ними очень много общаемся. У нас фонд проводит отборы проектов уже 2 года, в этом году ему 2 года. И они говорят, им нужны эти деньги. То есть то, что мы в них готовы инвестировать, они этому очень признательны, потому что для банков они неинтересны. И без финансового плеча, который они обычно получают, либо супердорого у МФО, либо нелегально, а-ля там кредит в Сбербанке или в другом банке на ремонт квартиры, но они спасают их бизнес-идею. Это первая история. Вот, собственно говоря, первые сделки, небольшая инфографика по фонду. И помимо финансирования фонд ищет, старается искать менторов, тем предпринимателям, которых он профинансировал. Ну вот самые яркие истории, это первые ребята чизкейки из Красноярска, они производят сами чизкейки. У них ментором стал Андрей Николаевич Корпунов. То есть сейчас он банкир, но в целом по-прежнему даже в офисе Анкорбанка к чаю подают только конфеты Корпунов. Это там еще одна наша история. Мы их возили к предпринимателю Сергею Выходцеву. Это бренд Invite Valley. Прошу прощения. Да, Invite Valley, все правильно я сказала. Ну вот все, что касается венчурного фонда. Принцип второй. Быть самым компетентным игроком в отрасли. Что мы делаем в рамках этого? Мы тоже решили, так как мы крутые на рынке, мы столько денег тратим на социальные цели, и мы можем и имеем право говорить от имени всего рынка. И в прошлом году мы запустили фотопроект, который называется «Бизнес в объективе». Цель его вы видите на экране. Он делался в попыхах, потому что мы себе поставили жесткие сроки. В чем его суть? Мы отправили команду фотографов по всей стране. Их цель была искать предпринимателей. Ну и они нам производили фотоматериал для фотовыставок. То есть у нас работал сайт, который собирал заявки от тех, кто хотел сам поучаствовать в этом проекте. Фотографы делали полноценные фотографии, на которых там было видно, вот вы видите примеры, а чем занимается этот предприниматель. И потом эти фотографии попадали в каталог, который там попадал на столы чиновникам, губернаторам мы их дарили, как просто предпринимателям и так далее. Это были не только клиенты промсейсбанка, это были в целом предприниматели. И они становились частью фотовыставки. Вот эти фотовыставки, у нас большая инфраструктурная сеть, они ездили по всей стране. В прошлом году они побывали... Так, здесь есть, да. Вот в прошлом году мы провели 10 фотовыставок. Вот такая у нас была статистика. Столько заявок приняли. И мы, так как этот проект социально значимый, мы там брендом банка сильно не светили. То есть на этой самой фотовыставке логотип банка можно было найти с трудом. Но к нам ходили в рамках социальной цели этого проекта с удовольствием. Например, в Самаре у нас открывал подобную фотовыставку вице-губернатор. Предпринимателя обычного, который... Обычные сферы торговли, да. Он варится в каких-то таких очень прозаичных задачах. У него просто в голове не укладывалось, как к нему он... Он внезапно начинал понимать, вот после вот этого всего, что он не просто человек, который там пытается продавать подшипники, да, и получать какие-то деньги, создавать рабочие места. Он предприниматель с большой буквы, и он пытается делать свой бизнес в стране, но где, мягко говоря, это бывает нелегко, да. И в целом мы видели то, какой отклик это вызывало. Сейчас вот эти визуалы, фотовыставки у нас выставлялись и в школе Московского управления, и в школе Сколково, и в каких-то региональных фондах, в общественной палате она в феврале стояла. То есть она ездит по городам и весям. В ноябре был форум «Малый бизнес-перезагрузка» с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В зоне фотовыставки у него был пресс-подход. Мы гордились. Вот. И сейчас проект вырос, он продолжается. Формат расширен. Мы туда привлекаем и крупные бизнесы. Это очень-очень интересно. Вот. И в целом мы даже сейчас идем к тому, что вот вы помните рекламу ипотеки вот с пенсионерами со вставленными белыми зубами. И вот когда ты смотришь на нее, ты понимаешь, что ну как бы она не соответствует целевой аудитории, потому что ну нет у нас таких счастливых очень пенсионеров, которые там выглядят, одеваются, бабушки наносят макияж и так далее. Вот у нас была подобная проблема с предпринимателями. То есть нам всегда, нашему бизнес-заказчику, не нравились те визуалы, которые используются в стандартной банковской рекламе. Потому что ты смотришь, ну какой-то он больно идеальный для российского предпринимателя. Вот нет вот этой потертости российской матерости. И мы сейчас приходим к тому, что мы стараемся с теми, кто согласен, реальных предпринимателей, отснятых очень-очень качественно на фоне своего реального бизнеса, вот это все реальные предприниматели, использовать для визуалов полноценную банковскую рекламу. Просто это процесс сопряжен там с определенными юридическими моментами, но мы к этому идем. И допустим у венчурного фонда, венчурный фонд рекламирует уже реальные предприниматели, которых он профинансировал. Дальше. Принцип три. Быть полезным своей аудиторией. Не бояться тратить деньги на проекты, на которых не будет вашего логотипа. Чеснок здесь не случайно, потому что в прошлом году мы запустили портал, который называется Чеснок. Название нам подсказали сами предприниматели. Мол, там все по чесноку. Мы ищем реальных людей, которые пишут блоги в достаточно структурированном виде о том, как они ведут свой бизнес. В прошлом году это была одна серия историй. То есть там были уникальные бизнеса. Вот, например, у нас есть мужчина такой, совершенно типичный российский предприниматель. Он производит изделия из рыбьей кожи. Ну, очень интересно. Такое есть. Был дедушка, который в Калининграде, там ему порядка 70 лет, организовывает дискотеки. Ну, вот до сих пор он живет этим. Был мальчик из Челябинска, который сейчас в Санкт-Петербурге развивает сеть лингвистических школ Линга Франка. Вот ему порядка 26 лет. У него очень успешный, там по всем банковским меркам бизнес. Мы о них пишем. То есть у них структурированный блог достаточно. С ними работает команда редакторов, которая их опрашивает, оформляет от их имени там прямую речь. С ними согласовывают. И на портале есть два сервиса абсолютно бесплатных. Свой человек в банке – это человек, который отвечает на любые вопросы, связанные с банками. Не важно, там, о нашем банке идет речь, либо нет. И проверь подрядчика. Этот сервис везде платный. У нас пока в том виде, в котором есть он сейчас на Чесноке, абсолютно бесплатный. Чтобы вы понимали, портал никак не монетизируется. Мы его в ближайшее время не планируем монетизировать, пока он только генерирует косты. Но, тем не менее, мы видим интерес. И вот в этом году стартует новая серия «История от предпринимателей». Самый уникальный кейс у нас там будет уже есть. Джастас Уолтер в рамках политической ситуации совершенно уникальный кейс. Это человек, который снимался в рекламе «Веселый молочник». Если вы помните, он совершенно заразительно смеется. Мы слышали, он действительно невыносимо заразительно смеется. А сейчас он фермер, который живет, американец фермер, который живет под Красноярском и, внимание, производит моцареллу. То есть американец, который в российской деревне занимается импортозамещением. Вот на портале «Чеснок» вы можете прочитать, как он это делает. В чем полезность портала? Иногда мы устраиваем офлайновые мероприятия. Например, Джастаса мы привозили на финал конкурса для предпринимателей «Бизнес-успех» в Москве. Он там вещал на тему, почему в России делать бизнес круто и надо. Он зажег тысячную аудиторию так, как не зажег ни один русский по национальности. Следующий принцип – это быть поставщиком уникальной информации, не стесняться мыслить глобально. Мы не стесняемся мыслить глобально, поэтому в прошлом году мы запустили исследование бизнес-ожиданий малого и среднего бизнеса. Сейчас этот проект называется «Индекс опоры РСБАЙ». Мы потратили кучу денег. Мы даже, заметьте, мы даже убрали банк из названия. Мы потратили кучу денег на то, чтобы четыре раза в год наладить процесс замера бизнес-ожиданий малого и среднего бизнеса в стране. Исследование проводится по девяти компонентам. Вы видите, оно регулярное. База выборка абсолютно по Росстату отраждает две тысячи предпринимателей. Сейчас мы ее стараемся увеличить. И она отражает настроение предпринимателей в девяти компонентах в разрезе отраслей и регионов. Прошу прощения. Фомиты все молчат. Что касается индекса. Зачем нам это нужно? Мы хотим, во-первых, мы как бы в России пришли с такой идеей не первой. Был банк Траст с его индексом, что-то делали на ФИ. В том виде, в котором есть проект сейчас, мы единственные. Вообще, практика есть подобная у HBC. Если вы слышали, есть такой проект, который называется PMI. Они его меряют безумно давно по каждой стране. На него ориентируются все аналитики. И мы свой индекс запускали. А. Для того, чтобы понимать, как чувствует тот сегмент, на котором мы работаем. Получаем прибыль, в который банально мы инвестируем. Даже те рекламные бюджеты. И. Б. Чтобы дать такой индикатор рынку. Потому что сейчас этого проекта нет. И по сути, губернаторы, аналитики, чиновники, они пытаются сейчас постоянно звучить, что МСБ это подушка безопасности нашей экономики, нужно развивать. Вчера был госсовет по МСБ при президенте РФ. Но никто толком не знает в статистическом виде, как он себя чувствует. Там есть статистика открытия-закрытия. Но то, планируют ли они повышать цены или не планируют. Как они прогнозируют свои продажи, что у них с инвестициями и так далее. Никто этого не знает. Мы этот показатель рынку дали. Сейчас он звучит на самых статусных площадках. Недавно о нем мы рассказывали первому зампреду правительства Игорю Шувалову. И это все нам позволяет себя называть банком, который просто больше, чем банк для предпринимателей. И, конечно, в нашей работе есть место креативу. Конечно, мне бы хотелось обо всем рассказать, но расскажу не обо всем, только о самом необычном. Мы банк, который традиционно работал с корпоративным сектором. Мы банк, который вырос из факторинговой компании. Корпоративный сектор был нашим литмотивным. Мы всегда были достаточно консервативны. Потом у нас пришло активное розничное направление. Запустили Angry Birds и так далее. Но в мозгах мы были достаточно консервативными. И все, что касается работы с юридическими лицами, бизнес-заказчику, он, знаете, был как та лиса из басни про виноград. Вот когда и хочется, и колется, что называется. Но мы все-таки провели такой эксперимент. Мы запустили вирусный ролик. Мы не посеяли, прошу прощения, не инвестировали ни копейки в его посев. Потому что мы считали, что мы же сделали крутой мегавирус. Мы его сами придумали. И он сам себя как бы распиарит в сетях. Получилось 100 тысяч просмотров. Бизнес-заказчик вот так вот закрывал глаза и говорил, если что, я об этом не знаю, когда меня позовут в направлении. И я бы вам его хотела показать. Можно? Он очень хороший. Продолжение следует...